Добрый вечер! В эфире Вести Карачаева Черкесия. Добрый вечер! Глава республики поручил премьер-министру Мурату Аргунову держать исполнение поручений Михаила Мишустина на особым контроле. Сегодня состоялось очередное 47-е пленарное заседание Народного собрания. В нем принял участие глава Карачаева Черкесии Рашид Темрезов. Депутаты рассмотрели ряд законопроектов, обсудили актуальные вопросы социально-экономического развития республики. Кроме того, парламентариям представили новую кандидатуру на должность уполномоченного по правам ребенка Карачаева Черкесии. Альбина Ламкова продолжит тему. Перед тем, как приступить к рассмотрению законопроектов, депутатам была представлена новая кандидатура на должность уполномоченного по правам ребенка Карачаева Черкесии в связи с истечением срока полномочий предшествующего руководителя. Парламентарии претендента одобрили. Считаю, что работа помощного по правам ребенка Карачаева Черкесии в республике должна осуществляться по следующим основным направлениям. Защита прав детей. В первую очередь детей, нуждающихся в особой поддержке государства. Детей сирот, детей оставшихся в лесу обещения родителей, детей с ограниченными воздушностями здоровья, детей проживающих в депутатных учреждениях и детей, находящихся в конфликте с закономом. Мария Лакаева имеет необходимые качества в области прав и свобод человека и гражданина. Опыт их защиты. Начинала трудовую деятельность психологом в реабилитационном центре «Надежда». Затем с докладом выступил уполномоченный по защите прав предпринимателей Сергей Рощенко. Он рассказал о совершенствовании правового положения субъектов предпринимательской деятельности и путей решения проблем. И о результатах работы в этом направлении. Есть тенденция к улучшению. У нас количество восстановленных прав с каждым годом растет. На сегодня это 80% из того, что к нам обратились. Количество проверок бизнеса кратно сократилось. И сегодня уже ситуация иная по сравнению даже с прошлым годом. Количество проверок сократилось на 70%. Соответственно, в рейтинге делового климата среди регионов Российской Федерации мы с 70-го места переместились на 19-е место. Люди в бизнес идут активно, так как они под надежной защитой, заявил Сергей Рощенко. Затем на сессии были представлены законопроекты и проекты, касающиеся мер социальной поддержки, налоговой политики, туристической привлекательности региона и земельных отношений. Хасан Хубиев рассказал о внесении изменений в закон с многодетными детьми. Речь идет о том, что дети, которые с многодетными семьями будут учиться в средне-профессиональных образовательных учреждениях, будет компенсирована 30% компенсация. Есть поправочки, мы подготовили по заключению правового управления нашего. Там речь идет, уточняется форма обучения, это очная и вступает в силу с 1 сентября текущего года. Ключевые проекты законов и законодательные инициативы детально обсудили на заседании. В результате все представленные законопроекты были поддержаны депутатами. Альбина Ламкова, Олег Макхожев, Вести Карачаева, Черкесия. Сейчас прогноз погоды на завтра, а после мы продолжим выпуск. Ветер восточный 6-11 метров в секунду. Температура ночью 9-14, в горах до плюс 8, а днем 23-28 градусов тепла и местами до плюс 19. В Черкесске без существенных осадков. Ветер восточный 6-11, температура ночью 11-13, а днем 25-27 выше нуля. В Черкесске состоялось торжественное открытие света музыкального фонтана, который без сомнения станет одной из главных достопримечательностей не только города, но и региона. Красочное шоу увидели и оставили себе на память. Многие из тех, кто вечером посетил парк столетия Карачева-Черкесии. Подробности в сюжете корреспондента Артур Мхце. За последние несколько лет это место в самом сердце региональной столицы не раз меняло свой облик. Начатое два года назад благоустройство центрального парка завершилось 2022-м открытием фонтанного сооружения. Во время празднования столетия Карачаев-Черкесии тысячи жителей и гостей Черкесии могли увидеть оригинальную композицию площадью около 300 квадратных метров. На днях парк официально получил название в честь векового юбиляра, а в первый летний день должен был состояться запуск света музыкального фонтана, аналогов которому не так легко найти даже в масштабах всей страны. Программа уже автоматически включает и музыку, и свет, и струи. Это все главное, просто написать эту программу. Но это занимает определенное количество времени. На данный момент у нас есть четыре композиции, которые проиграли, которые мы показали. И в дальнейшем нужно продолжать писать песни, выбирать музыку и вести работу над производством композиций. Прошедший в Черкесске на одном дыхании праздник детства должен был завершиться чем-то грандиозным. Собственно, так и произошло. Желавших воочию увидеть нечто особенное не напугала даже погода, в течение дня периодически как бы оплакивавшая завершение весны. И вечер в парке оказался, можно сказать, сказочным. Игра городского оркестра стала лучшей прелюдией для последующего представления. И вот, наконец-то, произошло то, чего с нетерпением ожидали многочисленные посетители парка. Первые же потоки воды отправились ввысь, неся с собой не только влагу, но и приятный свет. Из динамиков раздавалась знакомая ценителям классических произведений мелодия. Водные композиции нового фонтана формируют более 600 струй. Самые высокие из них могут достигать 10 метров. У зрителей порой складывалось впечатление, что они оказались во власти чего-то нереального. Нам нравится, детям нравится. Вообще давно хотели такой фонтан в городе, чтобы у нас в республике был. Нам очень понравился. Было очень классно. Спасибо Черкесскому, что дал нам такой момент обрызоваться водой. Понравилось очень. Радостно за хорошо проделанную работу, за праздник. Теперь у нас парк и так был красивый, а сейчас еще красивее. Главное, чтобы это еще осталось надолго. Да. Очень красиво, очень завораживающе красиво. Спасибо всем, кто это делал. Это очень красиво. Постарались на славу. Фонтан красивый, концерт был красивый. И классическая музыка тоже была очень красивая. Наверное, самое прекрасное, что я видел, в принципе, в Черкесске – эмоции не передать. Мне очень понравилось. Мне кажется, это самое лучшее, что происходило в городе. Эмоции от увиденного переполняли всех, кто стал очевидцем прекрасного действа, организованного в центре Черкеска. Артур Мыхцелий Бастанов, Вести, Карачаево-Черкесия. Профилактика и предупреждение детско-дорожно-транспортного травматизма на дорогах формирования ответственности в ответственное отношение водителей, пешеходов и пассажиров к соблюдению правил дорожного движения является одной из основных задач госавтоинспекции. С этой целью с 29 мая по 9 июня на территории Карачаева-Черкесии проводят оперативно-профилактическое мероприятие «Внимание, дети!». О значимости акции рассказал сотрудник госавтоинспекции. С ним встретилась Альбина Ламкова. Обучение детей правильному поведению на дорогах необходимо начинать с маленького возраста. Изучение элементарных правил служит залогом для безопасности на дороге. Нет, на дороге не использую. Красные едут машины, что на красные нельзя ехать. В целях реализации государственной политики в области обеспечения безопасности дорожного движения разрабатываются федеральные, региональные и местные программы. Они направлены на сокращение количества дорожно-транспортных движений и снижение ущерба от этих происшествий. Мероприятий в этом направлении проводится большое количество. Целью данного профилактического мероприятия является недопущение дорожно-транспортных происшествий, в том числе с участием несовершеннолетних детей. Для этого у нас сотрудники госавтоинспекции республики на постоянной основе, в частности, в период проведения данного профилактического мероприятия, общаются с водителями транспортных средств, так и с пешеходами, с пассажирами, со всеми участниками дорожного движения, проводят беседы профилактического характера и просят их неупросто соблюдать правила дорожного движения. С чего же начинается безопасность детей на дороге? Разумеется, со своевременного обучения умению ориентироваться в дорожной ситуации. И нельзя к этому относиться, как к второстепенному предмету. Единственное, что может спасти ребенка на дороге, это соблюдение элементарных правил дорожного движения. Единственный, кто может его в этом убедить, взрослый человек. И естественным способом, своим примером, говорит Заур Кипкеев. Госавтоинспекция обращает особое внимание водителей и родителей на необходимость строгого соблюдения правил перевозки детей пассажиров в автомобиле. В всех районах мы бываем, общаемся с детьми, с преподавателями. Видно, что работа ведется, и каждый старается внести свой вклад в эту проблематику, чтобы от этой проблемы избавиться, чтобы у нас не то что смерть, но чтобы у нас вообще в принципе дорожного происшествия с участием детей не было. Все к этому стараемся подвести, стараемся работать, насколько можно больше с детьми. И видно, что дети вот эти основные правила знают. Практически половина всех дорожных аварий с участием несовершеннолетних приходится на летний период. Поэтому огромная роль в воспитании законопослушных участников дорожного движения отводится и родителям. Особое внимание уделяется использованию, в особенности детишками, светорожающих элементов. В темное время суток пускай сейчас и у нас темнеет, скажем так, позднее. Но тем не менее, сейчас мы понимаем, что период сейчас будет каникул летних, и дети у нас будут гулять, естественно же, в основном будут допоздна, и в 9, и в 10 вечера будут прогуливаться. И в обязательном порядке просим, доводим и до взрослого поколения, и собрания родительские проводим в школах, чтобы детки обязательно были заметены на дороге, для этого, чтобы они использовали на одежде, на своих аксуарах, таких как в портфеле, вот эти светорожающие стикеры. В большинстве случаев причиной автомобильных аварий становится халатность участников дорожного движения. Грубое сознательное нарушение правил. В особой группе риска находятся дети. Проговариваем вот эти моменты, чтобы когда они проходят проезжую часть, чтобы обязательно в порядке, они свои гаджеты всевозможные, телефоны сотовые, аксессуары в виде наушников и всего прочего, чтобы они все убирали спокойненько, посмотрел по сторонам вот эти простые правила, посмотрел налево, посмотрел направо, убедился, что автомашин проезжающих нет, либо вас пропускают, только в этом случае можно переходить через дорогу. Вот эти моменты все проговариваются. Статистика не радует, отметил Заур Капушев. Только по итогам четырех месяцев текущего года на дорогах республики было совершено 12 дорожно-транспортных происшествий с участием детей, в которых один ребенок погиб, и 13 несовершеннолетних получили травмы различной степени тяжести. Недавно в Хабетском районе был такой несчастный случай, где такой пострадал несовершеннолетний пешеход. Понятное дело, что это очень серьезная проблема, и в обязательном порядке мы этот момент берем на контроль и будем работать, добиваться того, чтобы таких случаев больше не случалось у нас. Альбина Ламкова, Расул Бердиев, Вести, Корчаева, Черкесия. Традиционный концерт, приуроченный Дню защиты детей, провели сегодня на базе Республиканской конно-спортивной школы. На праздник пригласили более ста ребят из семи участников СВО. Получили ли дети необходимый заряд положительных эмоций, узнала Дарья Тендит. Дети с нетерпением ждут начала лета, ведь это не просто приход тепла, но и возможность для отличного отдыха. Это настоящий праздник, так как наступили долгожданные каникулы. Очень здорово, что дети могут общаться между собой, попробовать прокатиться на лошадях и увидеть подготовленную для них программу, отметил Руслан Джамбаев. Он поблагодарил конно-спортивную школу, Министерство культуры Карачаева-Черкесии, организаторов и волонтеров за оказание помощи и поддержки. Тот праздник, который сегодня у нас получился, конечно, он, я думаю, очень понравился и детям, и родителям. Поэтому мы планируем эту традицию продолжать. Ежегодно этот праздник доказывает свою необходимость, свою значимость. На праздник, посвященный Дню защиты детей, приглашены дети со всей республики. Ребята из Зеленчукского района не первый раз приезжают на такого рода мероприятия. И домой всегда возвращаются в полном воодушевлении, рассказывает Наталья Резвая. В этом году на праздник приехала группа из 20 человек. Это дети и семей участников СВО, отметила она. Ребята ожидают такого же положительного настроения, буря эмоций. Ждут конкурсов, ждут мероприятий, настроены позитивно. Очень хотят во всем поучаствовать. В числе приглашенных гостей на праздник были всем знакомые герои мультфильма. Чебурашка, крокодил Гена и Шапокляк. Все желающие могли сфотографироваться с ними в подготовленной фотозоне. Праздничная программа была яркой и насыщенной. Конкурсы, викторины, подвижные игры и катание на лошадях вызывали восторг у детей. Ребята пели, танцевали и фотографировались на память. А станция «Квагрим» стала самой актуальной станцией на празднике. Сейчас будут рисовать на лице огонь. А чем тебе понравился этот рисунок? Ну, яркий и красивый. Мария Кондратенко – жена участника СВО. Для нее приглашение стало интригующим. Мы не представляли, что будет происходить, но концерт оказался замечательным, поделилась Мария. Спасибо большое организаторам за такой прекрасный, чудный праздник для деток наших. Детство навсегда останется самой счастливой и беззаботной порой для ребят. Праздничный концерт надолго останется в памяти у этих детей. Дарья Тендит, Али Бастанов, Вести Карачаева, Черкесия. Это все вести на сегодня. Прямо сейчас смотрите фильм «Удивительные люди». Хороших выходных. До встречи. Редактор субтитров А.Семкин